Всех приветствую, с вами Александр. Продолжаю играть модификацией ОГСЕ из тайника Стрелка. Я прибыл на армейские склады для того, чтобы встретиться со связным, чтобы выяснить у него вторую часть кода. Продолжение следует... Их шпионы работают по всей зоне. То есть, смысл отправляться в городок 32 все-таки появился. И через темную долину мы отправимся сначала в подземную железную дорогу, а затем попадем в городок 32, он же мертвый город. Я думаю, в подземной железной дороге именно и продолжу. Вышел я на локацию подземная железная дорога. Также помним, что у нас есть задание. Нужно отыскать ключ от Клондайка артефактов, который предположительно находится в мертвом городе, он же городок 332. Артефакт ключ неизвестного типа не оказывает никаких воздействий. По информации из найденных флешек, артефакт можно активировать в Клондайке артефактов. Да, задание наше обновляется. Я думаю продолжать именно в городке 32, здесь выход недалеко до него. Выбрался я наконец в городок 32, пришло сообщение. Охренеть стрелок, это ты почти уже месяц твой КПК в сети не было видно. Мы уж думали ты погиб, добирайся до нас если сможешь. У нас тут серьезные проблемы, лови метку на карту. Постарайся добраться до нас до заката, ночью город смертельно опасен. Мы включим сирену на 20 минут до закрытия дверей. И также при входе на локации, пришло сообщение от нашего чебурашки. Хозяин дядя Коля где-то здесь, погиб он. Но я чувствую его душу, она не может найти себе покоя. Ищет меня. Давай поищем остатки Коли, может быть я смогу помочь его душе. Так, нужно осмотреть локацию. Что у нас здесь? Найти сталкера Колю. Это должен быть наш связной, с которым мы должны были встретиться еще на армейских складах. А это метка на клондайк артефактов, от которого у нас есть ключ. Мы подобрали его на локации подземная железная дорога. Уменьшил я звук в игре, потому что в баре здесь играет музыка, а она мне ни к чему. Так, привет Билли, привет. Это вы меня звали? Да, стрелок, привет. Рад видеть тебя в добром здравии. Где ты пропадал столько времени, уже слухи пошли, что тебя накрыло на радаре. И нету уже тебя в живых. И как ты через город прошел вообще? Там сейчас жарит хуже, чем на Янтаре. Мы уже неделю тут безвылазно сидим, выбраться никуда не можем. У нас тут заканчиваются запасы еды и воды. И если что-то срочное не предпринять, все накроется. Так. В некотором смысле я действительно погиб, а через город у меня шлем есть особый защитный. Сахаров собрал. Но я шел не через город, я шел через локацию подземная железная дорога. Так, шлем защитный. Это здорово. Нам очень нужно восстановить связь с остальной зоной. Так, припасы кончаются. Мы рассказываем о себе, чтобы память потеряли. Хорошо, он посоветовал нам пообщаться с Прохором. Здравствуй, полковник. Билл говорит, что тебе нужна помощь. Да, очень нужна, сталкер. Этот тварь до сих пор у меня в мозгу ковыряется. До сих пор не могу прийти в себя. Чертов хозяин. Хозяин города, да? Появляется задание. Хозяин мертвого города. Билли и Прохоров рассказали о том, что случилось с экспедицией. Полковник утверждает, что все происходящее в городе имеет одну причину. Некое существо, хозяин, живет под городом и сводит с ума людей. Это может быть кончено. Конечно, горячий бред, побывавший под лучшим ударом полковника. Но стоит, как минимум, собрать по этому поводу информацию. Ведь что-то здесь все-таки в городе излучает. Едва ли не сильнее, чем установка на Интере. Необходимые данные есть у трех из девяти пропавших ученых. Но у каких именно, пока не ясно. Да, вот так обстоят дела. А сейчас я отправлюсь к Связному. Нужно расспросить его, что да как и по всей видимости. Нет, скорее всего я отправлюсь не к Связному. Скорее всего. Сейчас попробуем найти погибшего дядю Колю. Здесь он должен быть недалеко. Я видел метку на карте. Так, наблюдаю группу зомби. Турельку я не зря взял с собой. Также здесь есть контролер. Похоже, все. Куда-то они убежали. Эх, дядя Коля, разыскивая меня, погиб в этом ужасном месте. Душа его не найдет в себе покоя, хозяин. Я могу помочь. Я могу помочь. Мне нужен артефакт, который ты нашел у Коли. Это займет некоторое время. Приходит сообщение Чебурашки. Ладно, мы будем ждать. А сейчас я отправляюсь к Связному. Думаю, на месте и продолжу. Прежде чем отправляться к Связному, решил я все-таки проверить этот самый Клондайк артефактов. И да, кстати, пока я сюда добирался, я превратился в зомби. Но сейчас мне это даже на руку. Возможно, я куда-то влетел в какую-то одну из зон. Или контролер какой-то меня достал. Сейчас это даже на руку мне в мертвом городе. Потому что зомби меня не трогают. Я потом перейду на локацию Янтарь и попробую вылечиться у Сахарова. Я думаю, это получится у нас. Появляется много артов. Конечно, все их я соберу. Также появляется много зомби, которые нас трогать не будут. Хотя нет, они трогают. Ладно, пусть они остаются здесь, а я иду навстречу к Связному. Да, как я и говорил, что в некоторых местах полезно быть зомби. Так, не удается нам выйти. Что это? Какая-то записка. Здесь летает полтергейст. В любом случае, от зомбирования я вылечусь. Но сейчас, пока я побегаю, так. Так, привет. Зря ты мужик сюда пришел. Не выйти теперь тебе отсюда? Ну да ладно, вдвоем хоть помирать не страшно. Как это не выйти? Ты кто такой? И что тут происходит вообще? Меня минором клещут. Это здание, пространственная ловушка. Из него выйти невозможно никак. Я уже измучился пробовать. Все время в холл перекидывают. Я тут уже больше суток сижу. Зашел я, блин, артефактов поискать, придурок. Да так и застрял тут. Видимо, теперь сидеть нам здесь вместе. У тебя еда есть? Глядишь, протянем еще немного. Да, уже задачка. Ладно. Погоди, отчаялась. Возможно, что-то придумаем. Так, что за записка? Она была приклеена к сейфу в очень хорошем состоянии. Словно, было написано вчера «Уважаемые товарищи, не бросайте партийную литературу, где попало. Если товарищи Козлова ответственно заявляют за эту библиотеку ни одной мести, кладите книги в сейф. Он их потом оттуда уберет на место». То есть нужно отыскать нам партийную литературу. «Государство и революция» Владимир Владимирович Ленин. Проискал я, конечно, эти книжки. Без записи. Ну, несложные, они спрятаны, но все же могут доставить проблем. Всего должно быть пять штук. Конечно, давит на мозги вот это песчание постоянное. Но я думаю, на этой локации лучше так играть. слишком здесь много зомби. Так, где у нас последняя книга? Что-то я забыл. Я уже пять взял. Нет, все-таки четыре. Да, вот она, книжка летает. Из-за того, что я не убил полтергейста. Так, будем пообщаться обратно со связным. Ярко как. Нет, сначала не связной. Нужно же нам сначала убрать аномалию, эту пространство. Как у нас говорилось в записках, поместить все книжки в сейф. И он исчезает. Так, спасибо, что спас меня. Я уже думал, навсегда тут застрянут, надо вылить отсюда, пока монолитовцы не засекли нас. Пошли. Я тебя не просто спас, они сказали, что ты знаешь вторую часть кода от кейса. Так, ты тот самый, да. Вторую часть кода я знаю. Но сначала давай выберемся из этого места. Куда подальше дойдем до перехода на свал, на склады. А потом я тебе скажу вторую часть пароля. Только поделись каким-нибудь стволом. А тут пока, молясь без оружия, с всем остался и патронов к нему отсып. Хорошо, сейчас посмотрю, что у меня есть. Передам тебе какое-нибудь оружие. Ну, забираю вот это. Он, по всей видимости, пока здесь остается. Также у нас есть задание найти трупы ученых и снять данные с их КПК. Этим я, пожалуй, займусь сейчас в мертвом городе. А последний труп ученого я нахожу здесь, он находится недалеко от связного. Данные не зашифрованы и их можно использовать немедленно, приходит сообщение. Найти логово хозяина. Продолжу я поиски. Логово. Снорки меня тоже не трогают, потому что у меня есть артефакт ока. А это, по всей видимости, логово. Черт, излучение слишком сильное. Мои защиты недостаточно. Чтобы туда спуститься, стоит переговорить с полковником. Возможно, удастся что-то придумать. Да, нужно отправляться обратно к полковнику, как я понимаю, и побеседовать с ним по поводу этого логова. Доброго дня, полковник. Насчет хозяина. Что ты там нашел? Какую информацию? Да, с трудом, но кажется, я нашел его лого. Вот только войти не могу. Там излучение такое, что даже мой защитный шлем не справляется. К тому же, оно основательно затоплено водой. Дай подумать. Так, это этот шлем, который тебе дал Сахаров. Дай-ка я его гляну. Я до армии работал инженером-электронщиком. Да, Сахаров, вот. Показать шлем Прохору. Так, поглядим. Излучающие антенны. Ага, вот. Ага, явно принимающий. Молодец, профессор. Грамотно. Похоже, шлем это контризлучатель. В смысле, похоже, что Сахарова использовала инфитак. Это все понятно. Очень эффективная схема. Почему тогда у логово не работает? Скорее всего, излучение там идет, имеет другие параметры. Частоту, другую или амплитуду. В самом городе излучение слабее, и там эффект еще есть. Около самого логово, видимо, его уже не хватает. Что тогда делать? Так, просто разберем старую рацию на запчасти. Оставь его мне и погоди полчаса. Хорошо, держи. Попробовать поспать полчасика. Часик. Так, доброго дня. Что, получилось передать шлем? Переделать? Да, вроде бы, держи. Отдает шлем. Смотри, только очень осторожно. Там сейчас сначала просто разведай, ничего не предпринимай. Выясни, что там, что за хозяин. Вообще, быстро возвращайся. Будем думать, что делать дальше. Понял. Делаю быструю разведку и назад. Найти способ проникнуть в логово. появляется задание. Теперь у нас отлично настроенный ПСИ-шлем. Так, ты меня выпустишь. Как бы то ни было, я отправляюсь в логово обратно. Непосредственно в логове я нахожу самого хозяина. Странный гость у нас сегодня. Не так ли, Василий? Да, странный гость. Как он попал сюда? Действительно, как он попал сюда? Как ты попал сюда, сталкер? Мы не чувствуем его, Василий. Он защищен от нас, хозяин. Почему мы не чувствуем тебя, сталкер? Чем ты защищен? А ну-ка, отвалили от моего сознания, уроды. Мы не можем проникнуть в его сознание, Василий. Он агрессивен, хозяин. Он хорошо защищен. Он ученый и пришел изучить нас. Может быть, мы можем убить его? Нет, мы не можем убить его. Его сознание недоступно. Защита мешает. Тогда нам придется поговорить с ним, хозяин. Да, он поговорит. Можно и поговорить. Это должно время что-нибудь придумать. Мы поговорим с тобой, сталкер. Какого черта тут происходит? Кто вы такие или что такое? Он хочет узнать, что мы такое, Василий. Какой любопытный сталкер. Он ученый? Я тоже был ученым. Давай объясним ему хозяин. Хорошо, хорошо. Объясним. Объясним. Этот отброс в скафандре. Что ты видишь перед собой? Это Василий. Он тоже хотел узнать, что мы такое раньше. Он узнал. Мы объясним ему. А то, что ты видишь прямо за мной в вентиляционной шахте. И тут это хозяин. Хозяину требуется подчиняться. Подчиняйся. Я не собираюсь вам подчиняться. Угомонитесь, откуда вы тут взялись. Какая хорошая защита. Откуда взялись? Расскажи ему, Василий. Нас привезли сюда в колбе. Нас собирались утилизировать. Но мы неподопытные животные, чтобы нас утилизировать. Мы сами их утилизировали. Отлично утилизировали. Вода теперь очень питательная. Очень питательная, хозяин. Отличная вода. Они разлагаются. Мы питаемся. Это потому тут столько трупов вы ими питаетесь. Да, питаемся. Если ты не заметил, у нас тут нет полного оборудования жизнеобеспечия. Нужно как-то питаться. Глупые сталкеры, глупые ученые, глупые военные. Они приходят в город, наш город. Мы подчиняем их и приводим сюда. Тут они умирают и мы питаемся. Вкус напитаемся. Это чудовищно. Вас нужно уничтожить. Он хочет убить нас, Василий. Убить нас? Как он может убить нас? Он жалок. Он никак не может убить нас. Нам надоело с ним говорить. Да, надоело. Убирайся отсюда, сталкер, пока твоя защита работает. И не возвращайся больше. Убирайся. отсюда. Я пошел. Пока. Возвращаюсь к полковнику. С янтаря я обратно вернулся в мертвый город. Теперь пообщаюсь с полковником. Так, я смог проникнуть в логово. Молодец стрелок. Ну что там рассказывай. Какая тварь. Живая, крупная. Похожа на мозг в установке на янтаре, которую я отключил. Она без колбы и крупнее. Я не могу ее уничтожить простым оружием. Оружием логово затоплено водой. Водой затоплено значит. Тогда у нас есть один вариант. Должно сработать. Как сработать? Как думаешь? если его сварить погибнет? Думаю да. Он выглядит вполне живым. Высокая температура однозначно должна ему навредить. Тогда план такой. Мы вскипятим воду в логове и сварим засранцу заживо. Как мы вскипятим такой огромный объем воды? Нам все и не надо. Достаточно только воду в помещении с ним. Даже если так, то как мы это сделаем? Соберем термитную бомбу. Термитные смеси горят при очень высокой температуре. А если собрать достаточно большую массу, ее хватит, чтобы вскипятить целый бассейн воды. А если повезет и температура горения окажется достаточной, тогда вода начнет на кислород и водород разлагаться и тоже гореть и взрываться. Разнесет там все к чертям. Никакая тварь не выживет. А что для этого нужно? Алюминий магний для сжигания ржавчина. Много ржавчины. Ржавого железа тут навалом. Ребята соберут. А вот значит магнием и алюминием придется отправиться тебе стрелок. За тебе стрелок за магнием и алюминием. Сходи к месту крушения нашего чекуна за городом. Возьми там обод от шасси и лист обшивки покрупнее. Так тут мы это все деланное обилки перепилим смешаем ржавчиной и если все получится то у нас выйдет вполне годная термитная бомба. Ясно пойду искать вас чинук сварим из этой твари бульон. Это я как понимаю нам нужно найти вертолет пойду займусь поиском и на месте вертолета продолжим. Пробежался я по городу опять я по всей видимости превращаюсь в зомби зря я к сахару уходил. Так ключ командира БТР электронный ключ от БТР хорошо заберем лист обшивки вертолета у нас также тяжелое колесо шасси что возвращаюсь к полковникам по быстрому там и продолжим что там с бомбой получилось да все отлично вышло попробовал немного смеси отдельно чтобы убедиться что сработает прожгла бетонное покрытие бомбу собрали тебе в старом молочном бидоне на 50 литров он сам тоже из алюминия добавит жару бетон герметично запечатан и вот видишь в крышке отверстия включатель воткнули все что тебе надо сделать это притащить бетон как можно ближе к твари переключить переключатель перебросить внутри бетона и пока он будет разгораться у тебя будет немного времени чтобы оттуда сбежать только не задерживайся задержка взрывателя всего 2,5 минуты у нас не получилось сделать более длинный замедлитель горения включил и рв оттуда когти понял там если начнется реакция разложения воды то рвание так что может туннель вообще завалить понял ладно давай свобидон буду пробовать если что не поминайте лихом так задача выполняется у нас обновляется задание бетон сколько он весит 30 кг нужно приступать к выполнению этого опасного задания а я похоже на становлюсь опять зомби придется искать золотую рыбку но я думаю ничего страшного золотую рыбку я отыщу в зоне приближаюсь к хозяину кстати хочу уточнить вы не сможете приблизиться к нему если вы будете зомби вам нужно быть человеком так все нужно убираться отсюда если вы будете зомби к нему невозможно будет вообще приблизиться нужно убираться отсюда и побыстрее все получилось очистили мой мертвый город вроде даже картинка более не вроде да так и есть картинка более ясная стала то есть никакие воздействия на нас не оказывается посмотрим что появилось по заданию возвращаясь Вместе тут поврем с голодухи. Единственное, что мне еще надо отсюда до своих добраться. Ты можешь вывести меня к блокпосту на кордоне. Не волнуйся, со мной они тебя не тронут. Меня там все знают в лицо. Да и трансподер у меня с собой работает. Я тогда переговорю с начальством насчет тебя. Я думаю, оно не против будет тебя записать воин-сталкером. Получишь полный набор нашей снаряги для хода глубоко в зону. И трансподер тебе выделим. Что будешь у всех военных познаваться как друг. Плюс будет зеленый коридор на выход из зоны. Если соберешься когда-нибудь ее покинуть. Это конечно не так много за то, что ты для меня сделал. Но уж чем могу. Ну черт с тобой. Собираемся тогда, пойдем. Так, что он говорит? Вывести его на кордон? Эти здесь остаются, как я понимаю. Сейчас попробую связного еще с собой забрать. Посмотрим, что из этого получится. Так, ну вот и пришел из стрелок. Вроде добрались в полковник. Нужно передохнуть. Малость вымотался. Да, дорожка выдалась дальняя. Ладно, ты пока отдохнем. Мне с начальником блокпоста переговорить. Надо и командиров доложиться. Я вернусь в течение получаса. Только спец... Не задирай спецов. Спецназ договорились? Они так нервничают, завидев тебя. У тебя видок больно матерый. Договорились? Давай без дурацких сюрпризов, полковник. Ну ладно. Внимание, вы находитесь в освобождении периметра зоны экологического пенсия. Незаконное пересеченье периметра. Полечет за собой. Ох! Так, ничего, подремал тут пока малость. Дальше хорошо. Я связался с начальством. Ты представляешь, эти урожеты уже на меня успели похоронку домой отправить. Жена сейчас созвонилась. Она в шоке там. Еще раз спасибо тебе. Я не надеялся выбраться. Скоро машину пришлют за мной. Потом придется долго рассказывать особистам. Что да когда почему. Надеюсь завтра уже попаду домой. И больше в зону не ногой. Ну и хрен с ним. Нахрен ее к чертям. Хорошо. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Как насчет меня? Так, бронь каскад. Береги себя, если решишь зоны завязать. Так. Договорились, Прохоров. Спасибо на добром слове. До встречи. Интересно, конечно, получилось все связны. Почему-то он не хотел у меня никуда двигаться. Но как бы то ни было, я продолжу в следующей части. Попробую разрубить ситуацию со связным. А с вами был Александр. Всем пока.